Витя Чернявскому нет и трёх лет, а он уже уверенно называет все буквы алфавита. Казалось бы, с такой подготовкой пора собираться уже не в садик, а в школу. Вот только у мальчика и у мамы другие планы на ближайшее будущее. Впереди ряд серьёзных операций. У нас первое это было ушко, то, что обратили внимание, маленькое. Потом у нас пальчики, фаланги передние, больших пальцев недоразвитые. И потом уже, когда мы начали расти, то есть основной дефект начал проявляться уже где-то так шести месяцев, когда начали зубы вылазить. Именно тогда стало ясно, у мальчика серьёзные проблемы с прикусом, смещение нижней челюсти. Хотя беременность, рассказывает мама, проходила идеально. Да и в первые дни после рождения врачи диагнозов ставить не спешили. Он не мог брать грудь. Ну, в принципе, вот единственное, что было заметно в роддоме, это то, что у него нижняя челюсть, она щёлкала. Ну, больше ничего. Вот. Ну, врачи говорили, что пройдёт, и всё, как бы. Ну, или то, что я не умёха, и у меня не получается. Но в итоге мы так по грудь не приняли, мы были только на бутылке. Вот только у мамы-стоматолога по образованию тут же на этот счёт закрались сомнения. Порез лиц его нерва, он сразу виден при рождении, когда ребёнок плачет, и по глазику, то есть. Глаз у нас был приоткрытый, то есть, когда он спал, один глаз не закрывался с правой стороны, и угол рта тоже, когда он плакал, он кривил в сторону. Проблему с глазиком с помощью лечения решить удалось, а вот с челюстью всё гораздо сложнее. Смещение не позволяет нормально питаться и говорить. Вот это здоровая сторона, а вот это вот нездоровая. То есть она тонкая, то есть разная. То есть и угол разный. С первых дней Витя знаком с такими специалистами, как мануальные терапевты, остеопаты и массажисты. Но сами врачи признают, такое лечение ожидаемых результатов не даст. Необходимо операционное вмешательство. Сказали, что операцию нужно делать срочно, быстрее, потому что с волосом будет деформация увеличиваться, то есть расти вверх. Теперь мама переживает за две вещи, как малыш перенесёт операцию и где взять средства на компрессионно-дистракционный аппарат, который операционным путём мальчику вставят в область правой щеки. Сначала челюсть ломают, ну распиливают, грубо говоря. Потом ставят дистрактор, он как бы, там будет винт. Я буду этот винт крутить, челюсть будет расходиться, грубо говоря. Этот аппарат, он кость растягивает, то есть происходит наращивание собственной кости. За операции счёт ещё не выставили, однако их поэтапно потребуется три. Третья операция, это уже устройство само снимают, это уже, теперь проходит 4-5 месяцев. Ну опять-таки наркоз, ну и дальше уже смотрим, что у нас получилось. Есть как вариант, что если сделать раньше, то челюсть может пойти в развитие и расти сама. Если это делать позже, то этого не произойдёт. То есть только будет косметическое исправление. Стоимость дистрактора 210 тысяч рублей. Таких денег у семьи, где малыша воспитывает только мама, нет. Олеся находится подле ребёнка практически круглосуточно. Именно поэтому семье решил помочь Русфонд. С историей Вити каждый может ознакомиться на сайте благотворительного фонда. А помочь ребёнку прямо сейчас ещё проще. Достаточно лишь отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда через несколько лет Витя улыбнётся нам и маме совсем другой счастливой улыбкой. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова